Одесса под контролем Одесса под контролем Одесса под контролем Одесса под контролем следующим образом, платите ли вы за услуги ЖКХ, которые не оказаны. Если иногда платите, звоните по телефону 777-6745, если платите постоянно, звоните по телефону 777-6746 и если никогда не платите, звоните по телефону 777-6747. Напоминаю, что телефон нашей студии 718-6191. Звоните, общайтесь с нами в прямом эфире, рассказывайте о своих проблемах и комментируйте те сюжеты, которые мы будем смотреть вместе с нашими гостями и экспертами. Добрый вечер, Олег, добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Хочу начать с того, что на протяжении всей недели активисты Одессы под контролем ездили по городу, отвечая на звонки наших телезрителей, которые рассказывали о своих проблемах и за эту неделю накопилось достаточное количество сюжетов и более 7 и сегодня мы их увидим. Все это касается проблем жилищно-коммунального комплекса, социальных проблем, которые в принципе должны были бы быть решены городскими властями, но по тем или иным причинам, объективным, субъективным, это мы сегодня увидим и об этом и пообщаемся, эти проблемы решены не были. И поэтому сегодня я предлагаю с вами посмотреть и вместе обсудить, как эти проблемы можно решить, применяя те законные инструменты, которыми облаждают каждый гражданин Украины, Одессит, по Конституции Украины, пока что она еще действует в том виде, в котором мы, те, кто привык ее видеть и читать, читал, видел и может использовать в своих интересах, в своих гражданских целях. А теперь предлагаю посмотреть первый сюжет, внимание на экран. Житель 14-этажки на Филатова-1 Борис Гройсман обратился на горячую линию Одессы под контролем. Крыша его дома, который год протекает, а необходимый капитальный ремонт коммунальщики не делают. За неполные 40 лет крыша превратилась буквально в решето, и небольшими заплатками беде уже не поможешь. Это подтвердили и специалисты. Была комиссия, посмотрели эту крышу, подсокали, сказали ой-ой-ой, ай-ай-ай, ну хорошо, мы, значит, будем ходатайствовать, что вам сделали крышу. Ну и ходатайствует до сих пор. Сейчас пришел ответ, что в проект ремонта крыши мы поставлены, но если будут деньги. Соседка Бориса Михайловича Ксения Кирилловна тоже со страхом ждет весенних дождей. Потолок и балкон в ее квартире каждый раз после осадков превращаются в рассадник вредного для здоровья грибка. Осенью были ливни, то у нас по стенам, у меня в коридоре по стенам, и даже общий коридор очень сильно затекает. И у меня такое было, почему я сразу побежала в ЖЭК, эти самые лампочки и провода там электрические, иначе прям гудеть. Я побежала туда, говорю, слушайте, у нас может быть замыкание, что же мы будем делать, потому что вода льется. Пришел электрик, он действительно поднялся, все там, что мог, там изолировал, но, говорю, там действительно у вас ужасно. Из шести квартир верхнего этажа в четырех живут пенсионеры. При всем желании самостоятельно перекрыть крышу они ни физически, ни материально не в состоянии. А обещанный ремонт власти перестали обещать. Когда я обратился в городской департамент, да, правильно, а мне сказали, а вообще у нас три дома завалилось в этом году, у нас вообще денег нет. Ищите кого угодно, спонсора, депутата, там, дядю, тетю, мы ничего не можем сделать. Оставшись один на один с коммунальными бедами, жильцы недоумевают. Неужели, чтобы коммунальщики обратили внимание на дом, тот должен полностью развалиться? Не проще ли починить крышу до того, как она попросту обвалится? Одесса под контролем требует от городских властей адекватной реакции на проблемы одесситов и будет следить за развитием событий. В прямом эфире Одесса под контролем и перед тем, как мы начнем обсуждать этот сюжет с нашими гостями, хочу напомнить, что действует интерактив. Вопрос звучит следующим образом. Вы платите за неоказанные услуги ЖКХ? Если платите, иногда звоните по телефону 777-67-45, если платите постоянно 777-67-46 и если никогда не платите, как наш гость Олег, звоните по телефону 777-67-47. Напоминаю, телефон студии 718-6191. Только что в сюжете мы видели, что практически никаких ремонтных работ, за которые платят и платят большинство людей, жителей Одессы, не проводятся. И вот если мы посмотрим на огромное количество даров Одессы, где подавляющее большинство, в основном это люди пенсионного возраста, заблаговременно оплачивают все услуги ЖКХ и при этом не получают никакого сервиса, то как вы считаете, является ли логичным в таком случае использовать те нюансы в законодательстве, которые позволяют не оплачивать коммунальные услуги, которые в принципе население и не получает? Олег, скажите ваше мнение, расскажите вашу историю, как именно вы пришли к тому, что вы не платите и за оказанные, и за неоказанные коммунальные услуги, насколько я понимаю? Ну я сначала бы хотел сказать, что нельзя так ставить вопрос вот перед всеми, что не платить. Вопрос заключается в том, если законодательство по отношению к вам и вы считаете выполнено в полной норме, а согласно законодательству потребитель обязан оплачивать, и вы услугу получаете в полном объеме, и она вас устраивает, ну вы обязаны, тут деваться некуда. Ну вот вторая часть как раз и гласит о том, если законодательство к вам нарушено, и вы можете это доказать, и если услугу вы не получаете, ну это минимум как глупо платить. В подавляющем количестве случаев как раз наши люди и не получают услуг, но при этом платят. Да, это первое. Второе. Вопрос, конечно, первое, с чего нужно начать, а с кем мы имеем дело? То есть, согласно законодательству, эти услуги нам должен предоставлять исполнитель. Этих исполнителей по содержанию домов, по теплу и по воде в городе Одессе отсутствует. Мы это доказали в суде. Но даже если рассматривать вопрос дальше, вот когда я слышу, когда говорят, денег нету, ну пускай человек задумается, ведь договор звучит так, содержание дома и придомовой территории. Вы деньги свои сдаете и оплачиваете услугу конкретно за свой дом, не за весь жилищный фонд города или района. Слушайте, а вот между кем должен быть заключен этот договор? Между жильцами? А кто с другой стороны? ЖЭК, какая-то другая компания? Это я уже сказал, это должен был определить городской совет в соответствии с порядком 60-м. Они не определили. Например, я и все люди, которые так достаточно в общих чертах понимают, как работает система ЖКХ, привыкли, что субъектом как раз вот этих работ, исполнителем этих работ является в понимании большинства ЖЭК. Нет, не так, не так. Но вы доказали в суде, что это не так. Это не так, потому что ЖКС, будем говорить с натяжкой, мы можем говорить, если мы еще проверим, может быть это и не так. Баланс содержатель, да, но в законе прописаны права и обязанности баланс содержателя. Чем он должен заниматься? Содержатель на балансе и так далее. А вот исполнитель услуги, это совсем другое. Это тот, кто непосредственно предоставляет те услуги, у которого есть свои права и свои обязанности, согласно 21 статьи закона ОЖКХ. Так вот, этих исполнителей, конкретных, кто должен, их нету в городе Одессе. Это первое. Второе, то, о чем я сказал. Мы платим с вами или должны платить за содержание, если было бы все нормально, исполнители были, за содержание своего дома, конкретного. Поэтому те деньги, которые жильцы оплачивают, они не могут просто так в бездонную яму уходить. Они должны аккумулироваться на конкретном счете этого дома. И когда им отвечают, и я это слышу, что денег нету, значит это, ну минимум, как, будем говорить, нецелевое использование. То есть ваши деньги куда-то использовали в другое место. Спасибо, Олег. Сергей, вот скажите, в условиях, когда фактически нет исполнителя этих услуг, кому же тогда должны платить эти деньги, с кем должны заключать договорные обязательства, и от кого мы можем потребовать выполнение тех услуг, за которые мы платим деньги? Я говорю о том подавляющем большинстве одесситов, которые исправно платят за коммунальные услуги, но, учитывая, что нет исполнителя, и это не зафиксировано на законодательном уровне, у кого мы можем потребовать выполнение всех этих работ, обязательств и услуг? Перед тем, как ответить на ваш вопрос, я бы хотел взглянуть на проблему в общем и прокомментировать сюжет. Состояние городского жилищно-коммунального хозяйства находится в достаточно изношенном состоянии. Это не секрет. Сети в последний раз капитально ремонтировались не в прошлом году и не в позапрошлом, а достаточно давно. Можно по-разному относиться к городским властям, но нужно признать факт. Никакого городского бюджета не хватит на то, чтобы в один миг или за какой-то промежуток времени взять и перевести все в порядок. Нужны новые организационные и новые инженерные решения, чтобы это произвести. Когда мы говорим, что решением проблем ЖКХ является саботирование и неоплата этих услуг, этот путь еще больше усугубит ситуацию и может привести уже, к сожалению, к полной разрухе системы ЖКХ. Поэтому мое убеждение в том, что есть два контрагента. Это потребители и те или иные городские структуры. Будь то коммунальные предприятия в виде ЖКСов или теплоснабжающие организации, будь то департамент городского хозяйства. И в системе таких отношений должен присутствовать рынок. Человек платит за услугу и вправе требовать должного и качественного выполнения. Если он платит какие-то амортизационные отчисления, которые должны в будущем стать основой для последующего ремонта, он обязан требовать, чтобы, как правильно заметил Олег, у дома был отдельный лицевой счет, на котором накапливались такие средства, и в будущем они направлялись именно на ремонт этого, а не другого дома. Скажите, а вот неужели сложно все-таки на закладательном уровне зафиксировать этих исполнителей, чтобы мы могли официально заключить с ними договор и по этому же договору потребовать от них исполнение этих услуг? Если мы говорим, что мы должны платить за эти услуги и потом общаться с какими-то госуправлениями, департаментами, а они не являются исполнителями, то зачем нам с ними общаться, ведь они могут нас отправить куда подальше, со сладкостью они не являются исполнителями. Может быть, следует на законодательном уровне зафиксировать все-таки эти нюансы, которые помогут избегнуть тех ситуаций, что кто-то отказываться будет платить лишь по надуманным причинам, если услуги будут оказываться, или же наоборот, человек не будет платить за эти услуги, если они не оказываются. Может быть, вот этот такой законодательный инструмент поможет все-таки справиться с этой проблемой? Как это реально можно решить? Фактически в нашем городе закреплены исполнители основных услуг ЖКХ. Есть городская теплоснабжающая организация, коммунальное предприятие теплоснабжения города Одессы, есть Инфокс-Водоканал, есть Облэнерго, и есть несколько сотен ОСМД, которые предоставляют услуги в отдельно взятых домах. Конечно, когда доходит до судебных разбирательств, можно найти много неточностей, неправильных формулировок, которые иногда становятся причиной для невыполнения тех или иных обязательств. Но, на мой взгляд, нужно идти не от частного к общему, а скорее от общего к частному. На сегодняшний день нужно не решать какие-то аварийные ситуации в отдельно взятых районах города, а нужно вырабатывать правила, которые бы касались всех. У нас есть два принципиально разных вида потребителя. Это потребители коммунальных предприятий. Я, конечно, с вами согласен, но нам надо сейчас посмотреть следующий сюжет, потом мы продолжим говорить об этих проблемах. К сожалению, нам легко говорить о том, что проблему надо рассматривать в общем, но когда мы говорим о той или иной проблеме, это всегда проблема отдельно взятого человека, семьи, которая на небе изразлична, и они не хотят говорить об этом в общем. Их интересует их конкретная проблема и пути их решения. Я предлагаю посмотреть в следующем сюжете, как справляются или не справляются коммунальные службы с теми проблемами, которые они должны решать. Дерево стоит на таком месте, где ходят люди, в ЖЭК, мусор выбрасывают с других домов, машины ставят. Каждую минуту подбегаю и прошу, чтобы отходила машина. Здесь снимали фильмы тоже. Просила их, отойдите, потому что может упасть. Они тоже отходили, переживали. По словам Нелли Александровны, заявку на удаление сухого дерева в участке ЖКС у нее принять отказались. А заявление жильцов, завизированное предыдущей начальницей еще в мае, коммунальщики проигнорировали. Мы попросили, чтобы они срезали полностью. Они посидели, посидели здесь. Мы хотели даже дать деньги. Но им показалось мало или что. И они ничего, ушли и все. Чтобы пенсионерку услышали представители коммунального предприятия, съемочная группа «Одессы под контролем» вместе с ней посетила расположенный по соседству участок ЖКС Черемушки номер 8. Начальника на месте не оказалось, а местные сотрудники довольно странно отреагировали на посетителей. Спрятались. Впрочем, начальник участка Николай Лымарь вскоре появился. И не только выслушал Нелю Александровну, но и решил лично взглянуть на проблему. В результате оказалось, что решение вопроса на самом деле вовсе не требовало особых усилий. Даже странно, почему без участия телевидения оно так долго откладывалось. Сейчас я еду, подаю заявку на это дерево, на зелентрест. Как только мне дадут разрешение, я в течение двух часов его убираю. Договорились? Пожалуйста. Все. Николай Лымарь пообещал спилить сухое дерево в течение недели. «Одесса под контролем» с удовольствием покажет вам результат работы сотрудников коммунального предприятия на Доковой 21. В эфире «Одесса под контролем» и мы продолжаем говорить вместе с вами о проблемах одесситов. И не только говорить, пытаемся вместе с вами эти проблемы решить. Сергей, мы закончили о том, что говорили, что коммунальщики действительно должны справляться со своей работой и люди одесситы должны за эту работу оплачивать, если она производится по всем правилам и закону. Но в данной ситуации, если мы видим, что такая работа не оказывается, то может быть действительно не стоит за нее платить? И как вообще людям, не имея каких-то инструментов влияния и связи с чиновниками, решить свои проблемы, если они не прибегают к помощи СМИ, как в данном случае это активисты «Одесса под контролем»? Что людям делать для того, чтобы они могли решить свои проблемы в своем дворе, в своем доме? Я хочу сказать, на мой взгляд, очень важный момент. Проблем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством в городе тысячи. По каждой из них можно снимать сюжеты, и такая проблема для отдельного человека, конечно, часто бывает вопиющей. Я опять же все-таки сделаю шаг назад и вернусь. Почему так? К сожалению, нет культуры выполнения обязательств разными сторонами. Действительно, ЖКС не всегда выполняет свои функции. Действительно, другие обслуживающие организации могут не должным образом уделить внимание тому или иному жильцу. И я не вижу ничего плохого в том, что люди, которые, например, сегодня уже были в наших сюжетах, прибегают к помощи средств массовой информации, пишут письма во все необходимые инстанции. То есть я сторонник того, что каждая сторона должна максимально и всеми доступными способами отстаивать свою позицию. Если есть проблема, по договору ее какая-либо сторона должна решить, то нету плохих инструментов, нужно использовать все. Мы же видим, позвали телеканал, сразу же немножко оживился ЖКС. Обратились в какую-то инстанцию, в правоохранительные органы, в какие-то профильные комиссии, и моментально тоже исходят реакции. Вы согласны, что это крайние меры, и когда мы этими инструментами заставляем работать ЖКС, то мы как бы занимаемся не совсем своей работой, ведь люди работают, получают за это зарплату, у них есть какой-то круг обязанностей, они должны свою работу выполнять. А то, что мы делаем, это общественный контроль, это инициатива, но если бы этих проблем не было, то не было бы общественного контроля с нашей стороны. Как сделать, чтобы люди, которые должны свою работу выполнять профессионально, ее таки выполняли? Какие у нас инструменты, законные влияния на эти процессы? Если нет проблем, то, наверное, нет жизни. Проблема ЖКХ, она не только в нашем городе, она в любом городе мира, в любой стране. Всегда есть проблемы с такими жизненно необходимыми сетями. Я абсолютно с вами соглашусь, Сергей. Я тоже был в разных странах, и согласен, что метафизическая проблема, она как бы и ЖКХ касается, и не только, но если мы будем сравнивать наш ЖКХ с другими странами, более разными, мы увидим, что она там работает совершенно по-другому, и проблем там гораздо меньше. Совершенно верно. Для этого есть какие-то причины. В развитых странах сформирован рынок конкурирующих компаний, которые оказывают те или иные услуги. Задача потребителя только в том, чтобы выбрать в соотношении цена-качество ту организацию, которая ему по душе. В нашем городе, в нашей стране такой рынок только лишь формируется. Компаниям, предоставляющим эти услуги, если взглянуть не так уже много лет. Я думаю, что это неизбежно. Есть ли условия для того, чтобы он сложился и заработал эффективно? Постоянный конфликт органов местного самоуправления, общественных правозащитных организаций, средств массовой информации, он приведет к тому, что сформируется какой-то баланс, который станет удобным и комфортным для всех участников процесса. Поэтому, говоря о том, что в городе тысячи, если не сказать десятки тысяч, отдельно взятых проблем ЖКХ у отдельно взятых одесситов, то ответ простой. Их нужно решать, их нужно защищать всем. Если у одессита в доме нет, например, горячей воды, и это вина теплоснабжения города Одессы, и есть договор, по которому этот одессит платит деньги, то он не должен сидеть дома и жаловаться, он не должен пенять на власть, на еще кого-либо, он должен защитить себя. Я понимаю, что это, наверное, неправильно, и люди не для этого ходят на выборы голосовать, но в нынешних условиях формирования рынка жилищно-коммунальных услуг это одна из мер, которая дает возможность защитить себя и наладить хотя бы таким образом систему ЖКХ. Да, еще рынок этот не создан, он не начал работать как надо, а проблемы есть, и проблемы надо решать. Вот, Олег, скажите, как вы, опытный боец с произволом коммунальщиков, пытаетесь эти проблемы решать? Ведь я думаю, вы согласитесь со мной, что эти проблемы, если они со стороны коммунальщиков, не должны быть решены за счет одесситов. Как в такой ситуации действовать людям, на что им опираться, и как им победить в этой борьбе за свои права? Будем так говорить. Пока был Советский Союз, были одни документы, но уже в независимой Украине стали появляться другие, уже наши, что называется, законы. В 2004 году вышел закон о жилищно-коммунальных услугах. И вот, я могу ошибиться, кажется, третья там часть, или статья, она говорит, что закон весь должен работать на установление правоотношений. Вот, весь закон работает, установление правоотношений. И если мы говорим, что этих отношений нету, законных, я говорю, не таких, какие у нас тут говорят, вот мы хотим, чтобы тепловая сеть, ну мало ли что вы хотите. Как у нас законодательство говорит об этом, и что оно дает по этому поводу, какие комментарии. И поэтому правоотношений у нас нету. Раз нету правоотношений, то любая попытка обращения куда-либо в организацию, которая официально не назначена, тем самым вы способствуете беззаконию и дальше. Если вы этой организации еще продолжаете деньги платить, вы еще больше усугубляете ситуацию. Почему? Потому что предыдущий мой коллега, который тут был, он говорит, ну вы же оплачиваете, да. Зачем им что-то менять, если вы все время платите? Я думаю, что здесь проблема не только в правоотношениях, а еще в нормальных человеческих отношениях. Между субъектом, который предоставляет эти услуги, и тех потребителей, которые эти услуги получают. Тут надо, наверное, формализовать и отношения договорные, и назначить исполнителями. С другой стороны, и культура, и потребление услуг, и предоставление услуг, наверное, тоже должна соответствовать каким-то уже европейским, цивилизованным. Только в комплексе, наверное, это может быть. Когда мы говорим еще и когда мы говорим о договорных отношениях, вот как бы мой коллега как бы спокойно, так все легко говорит. Да каждый вопрос, который вот он сказал, и нам говорит власть, нужно под микроскопом проверять, а правда вообще это или нет. Да потому что договора все, которые предоставляет водоканал и тепловая сеть, это стопроцентная подделка документов Кабинета министров Украины. За это судить надо. Почему? Да потому что Кабинет министров Украины разработал и утвердил для нас договора, в том числе и для меня. Спасибо, Олег, мы об этом поговорим после нашего следующего сюжета и как раз под микроскопом рассмотрим следующую проблему одесситов. Председатель домкома с Малой Арнаутской 4 Светлана Керничная обратилась на горячую линию Одессы под контролем после двух лет бесполезного ожидания помощи от местного ЖКС. Все, чего просили у коммунальщиков жильцы, заасфальтировать площадку размером 2 на 5 метров. Все остальные работы по благоустройству и ремонту в этом образцово-показательном дворе они давно делают самостоятельно. Еще в 2011 году сотрудники коммунального предприятия сами предложили жителям выбрать, что необходимо сделать в их доме, пообещав выполнить эту заявку в течение года. На том и успокоились. Прошел 2012 год, осенью 2012 года я подходила в ЖЭК и спрашивала, что с нашим кусочком двора. Нам сказали, ой, песка нету и вообще, кто тебе будет это делать? Между тем, за содержание домов и придомовых территорий в надлежащем состоянии все жильцы регулярно платят немалые суммы. Куда они уходят, неизвестно. Все, что сделано во дворе, это сделано все жильцами и сделано все за наши средства. Стал вопрос того, что нам просто надоело, что мы платим. Платим мы в среднем гривна за квадратный метр, а с октября месяца почему-то оплата повысилась. Нам никто не дает ответа, почему нам просто пожимают плечами. Я постоянно здесь убираю, здесь постоянно грязно, куча листьев, особенно когда осень, здесь грязно и дворники здесь не убирают, приходится самому. Участок ЖКС находится буквально напротив дома Светланы Керничной. И вместе с корреспондентом Одессы под контролем она попыталась пообщаться с кем-то из мастеров. Старшего мастера на месте не оказалось, а остальные при виде камеры попросту заперлись. Не получив никаких ответов на вопросы, Светлана решила прийти в приемный день к начальнику участка номер 10 Ирине Новак. Ирина Владимировна, как оказалось, ничего не знает о намерениях коммунального предприятия заасфальтировать площадку. Более того, такие работы вообще не входят в тарифы. Вообще у вас тариф не заложен, а сфальтировка двора. Вы можете в коридоре вынесать там списки базового тарифа. Какие услуги оказывает вам ЖКС? А у нас никакие услуги ЖКС нет. Обращайтесь, обращайтесь в конце каждого года вам в Вашем ЖКС. Я говорю, что в конце каждого года, я же говорю, вот мы обращались в конце 11-го года, в конце 12-го года. Я еще раз вам повторяю, Ваших обращений я не видела письмами. Так и не услышав ничего конкретного в ответ, Светлана Керничная отправилась домой писать очередное заявление. Одесса под контролем следит за развитием событий. В прямом эфире «Одесса под контролем». Напомню, что сегодня тема нашего интерактива звучит следующим образом. Платите ли вы за неоказанные услуги ЖКХ? Если платите, иногда звоните по телефону 777-67-45. Если платите, всегда звоните по телефону 777-67-46. Если никогда не платите, 777-67-47. Напомню, что телефон нашей студии 718-6191. Звоните, задавайте вопросы нашим экспертам, голосуйте. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях Сергей Левиков, директор Одесской областной энергосберегающей компании, а также Олег Дмитриев, Одессит, человек, который уже много лет не платит за коммунальные услуги по той причине, что они ему не оказываются. Сергей, позвольте обратиться к вам. Скажите, то, что люди, и это очень часто случается, сами пытаются проблемы своего двора, своего дома решить за собственные средства. Это на фоне того, что на протяжении многих лет они пытаются обратиться в ЖЭКе, опять же, к исполнителям, которых фактически нет, и они надеются, что все-таки эти исполнители что-то сделают. Метод ли это? Эффективный инструмент. Забыть о том, что это должны сделать те, кому мы за это платим и кто должен это делать по закону, или же плюнуть на все и самим за свои деньги решать свои проблемы и не дожидаться, пока это сделают те, кто это должен. Что делать нам? Есть хорошее решение, оно называется ОСМД. Это решение намного оптимальнее для нового жилья, где меньше проблем и жильцы в состоянии финансово обеспечить Но для старого фонда, понимаете, решение не подходит. Да, но для старого фонда, конечно, такого решения нет. При этом, если мы заглянем в законодательную базу, мы увидим то, что любой дом, где жильцы решили создать своего СМД на первый капитальный ремонт, они имеют право какую-то сумму потребовать у города. Поэтому я считаю, что вот когда в сюжете несколько раз звучала фраза «мы просим», «мы обратились», мне очень не нравятся формулировки. Я считаю, что не нужно просить, не нужно обращаться. Есть договора, есть плата, которую люди постоянно, периодично переводят на счета тех или иных обслуживающих организаций, неважно коммунальных или частных. И они вправе требовать выполнения этих услуг. Если они платят за капитальный ремонт своих домов, соответственно, они обязаны это требовать. Фразы, что деньги непонятно где седают и непонятно каким образом расходуются, но это плохой вариант, поскольку люди должны контролировать. Если это их платежи и это их квартиры, они первые заинтересованные лица, чтобы деньги никуда не уходили. У СМД более оптимальная структура, поскольку здесь нету никаких сторонних организаций, которые кому-то что-то должны. Люди на своих собраниях выбирают правление, которому делегируют права и возможности постоянно контролировать и следить за состоянием своих домов. И постоянно принимают решения, они хотят построить детскую площадку, либо они хотят утеплить крышу. И таким образом эта тенденция... Мы сейчас вынуждены идти на рекламную паузу и поговорим после нее о том, что мы должны не просить, а требовать. Не переключайтесь, оставайтесь здесь на телеканале Новая Одесса, мы скоро вернемся. В прямом эфире Одесса под контролем и сегодня мы обсуждаем, стоит ли платить за неоказанные услуги ЖКХ. Если вы считаете, что иногда стоит, звоните по телефону 777-67-45. Если считаете, что стоит всегда платить, звоните по телефону 777-67-46. И если вы считаете, что не стоит платить за неоказанные услуги, платите по телефону 777-67-47. Напоминаю, что телефон студии 718-6191. Обращаясь к нашим гостям, мы закончили говорить на том моменте, что существуют разные варианты, как люди могут отстаивать свои права, можем просить, можем требовать. Есть варианты, когда люди успешно противостоят произволу коммунальщиков и действительно требуют соблюдения своих прав. У вас, Олег, это получается намного лучше, чем у большинства одесситов. Расскажите о том, как вы это делаете и что вы можете посоветовать одесситам. Все достаточно просто. Я просто обращаюсь к гражданам и хочу сказать, ну вы возьмите хотя бы, сейчас интернет есть, это все доступно. Есть такой простой закон, закон Украины об обращении граждан. Это должна быть первая, как бы настольная брошюра. Куда бы вы ни обращались, в милицию это работает, в прокуратуру, да, в ЖКС, да, в школу, да, на телевидение, да, в газету. Это везде работает, потому что он на всех рассчитан, этот закон. Так вот, почитайте свои права, статья 18, так там написано, вы хотя бы свои права почитайте. И там первое, что есть, вот никто этим не пользуется, гражданин имеет право присутствовать при рассмотрении твоего заявления. То есть не надо вот так бегать, суетиться, нужно написать, а потом добиться, потому что чиновники сопротивляются, не хотят это выполнять. Особенно, когда над ним не нависают камеры, они совсем... И много раз мне приходилось через прокуратуру решать. Почему? Потому что 29-я статья этого закона гласит надзорное производство за этим законом, за прокуратурой. И вот, в том числе и постоянная комиссия по ЖКХ, Горосовета, то же самое, вот отказывает мне. Я обращаюсь в Горсовет, ой, в прокуратуру, прокуратура. Вы не имеете права, вы должны пригласить. И я прихожу, и вот когда вы приходите, заявление рассматривают в вашем присутствии. То есть чиновник, который вас пригласил, он уже заведомо знает, о чем будет идти речь. Он должен пригласить специалистов, он должен подготовить те документы, которые будут отвечать на вопросы, и они просто его рассматривают, этот вопрос. Вы имеете право дополнительные вопросы задать, подать дополнительные документы или настоять, чтобы сделали запрос, если какой-то вопрос кажется неясным. И поверьте мне, сразу становится, ну просто на 99% все прозрачнее. Этого надо добиваться. Я призываю одесситов отстаивать свои права и вместе с нами решать свои проблемы, вместе с активистами Одессы под контролем. Напоминаю, что телефон нашей горячей линии это 706-38-96. Звоните, сообщайте о своих проблемах, наши группы сразу же выйдут к вам на место и попытаются вместе с вами решить, насколько мы это можем быстро, эффективно. Те проблемы, которые должны решать коммунальные власти, но по тем или иным причинам отказываются это делать. Сергей, мы очень часто слышим, что один из вариантов решения проблем коммунальных это является создание ОСМД. Скажите, для Одессы, для нового фонда, для старого фонда, является ли это эффективным решением и как это работает у нас в Украине. Потому что очень часто то, что хорошо работает в западных странах, к сожалению, при копировании и переносе в нашей реалии, теряет свою эффективность. Что в данном ситуации можем делать мы здесь, в Украине, в Одессе? ОСМД это одна из многих форм того, что у конкретного здания есть конкретные собственники. И конкретные собственники без чужого вмешательства распоряжаются своим имуществом. Сами принимают решения, при этом ссылаются, регулируются какими-то общими правилами, которые вырабатывает город. Я во многом согласен с Олегом. Я также считаю, что нужно отстаивать каждое свое право, ссылаясь на все законодательные и нормативные документы, и использовать весь этот инструментарий. Но при этом есть небольшая разница между нашим с ним мнением. Есть одна мировоззренческая позиция, что я гражданин, и мне государство должно помогать абсолютно во всем, и я должен по каждой из своих проблем обращаться везде. И есть позиция, наверное, более европейская, более либеральная, что да, есть государство, государство определяет общие правила, общие какие-то вопросы, но при этом я хозяин своей жизни, своей судьбы, и я сам определяю, как мне лучше жить. Смотрите, вы слоняетесь к какой позиции? К первой или к второй? Да, но я намекаю на то, что в силу разных причин, мне кажется, вторая позиция более выигрышная, в том числе из-за того, что таким образом можно постепенно улучшать свою жизнь и жизнь города. Я думаю, вы согласитесь, что переход к второй позиции займет, наверное, не один год. И пока как раз баланс первой и второй позиции, он бы дал, наверное, самый позитивный эффект и возможность как-то влиять, с одной стороны, на события, а с другой стороны требовать от исполнителей, от муниципальных властей решения тех иных проблем, которые они обязаны решать по закону. Вот в этой переходной ситуации мы, наверное, и оказались. От того, что все жилье было коммунальным, и каждыми проблемами этого жилья занимались некие власти, мы переходим к тому, что формируется ежегодно более 10 ОСМД, кондоминиумов, прочих организационных форм, объединений граждан, которые сами что-то себе решают и определяют. В этой переходной форме есть масса проблем, масса сложностей. Но здесь я бы хотел сосредоточиться на самом, наверное, важном совете, что каждый одессит живет в каком-то доме. Кому-то удалось оказаться в доме беспроблемном. Кто-то живет в историческом центре города, где дома постепенно действительно, к сожалению, рушатся. И в одном, и в другом случае с разной степенью сложности нужно максимально эффективно в законодательном русле защищать свои права. Не должно быть ситуации, когда человек за что-то платит и потом получает услугу. Тут лучше по принципу утром деньги, вечером стулья. Спасибо, Сергей. Будем надеяться, что именно так и будут работать коммунальщики, и также свою позицию будут отстаивать граждане Украины и одесситы. А теперь предлагаю посмотреть еще несколько сюжетов, после чего вернуться в студию, подвести итоги этнерактива, пообщаться с нашими гостями и все-таки узнать, стоит ли нам платить или не стоит за неоказанные коммунальные услуги. Оставайтесь с нами. На горячую линию Одессы под контролем позвонили жильцы дома номер 17, дробь 2 по генерала Петрова. Говорят, потеряли терпение. Их дому всего 20 лет, а проблем уже выше крыши. Четвертый год нет горячей воды, а холодное утром и вечером едва течет. Четвертый месяц не работает подкачка, и на верхние этажи вода поступает еле-еле. Кроме того, постоянные проблемы с отоплением. Все время говорят, что мотор в ремонте. Ну, это самолет можно 4 месяца ремонтировать, не мотор, который весит 10-15 килограммов. За горячую воду они вообще сказали, что сейчас нет, что у нас бойлер был внизу. Они его срезали на металлолом, его разрезали и все. Квартирные водонагреватели не всегда помогают. При плохом напоре вода до них просто не доходит. А пенсионерка Анна Михайловна и вовсе не имеет возможности установить бойлер. Поэтому, чтобы постирать и помыться, вынуждена греть воду вот таким образом. Зимой батареи в ее квартире были совершенно холодными. 24 января что-то у них случилось на крыше, там труба какая-то лопнула. Они отремонтировали. И вот с 24 числа у меня отопления нет. Ну, если он вчера пришел в сантехнике, я позвонила на горячую линию. 10 минут всего он там был. Там, наверное, они что-то взяли, что-то надо, какая-то работа долго, 10 минут. Развоздушил, через 3 часа, через батареи холодные. С коллективным заявлением от жильцов всего дома Людмила Николаевна и Тамара Петровна при поддержке корреспондента Одессы под контролем отправились на прием к начальнику первого участка ЖКС Черемушки. Заявление он принял и пообещал, что горячую воду в доме восстановят в 2013 году. Держим мы на контроле. У нас единственный бойлер, который не отремонтирован. А по вопросу подкачки холодной воды там тоже? Подкачки холодной воды уже по поводу насоса уже переданы документы на фирму, которая будет производить ремонт насоса. Ну, то есть в ближайших буквально 10 дней все будет восстановлено. Несмотря на убедительные заверения, жильцы не особо верят коммунальщикам. Уже третий год нам за эту воду горячую обещают. В прошлом году мы были у депутата в Малиновском райисполкоме. Сказали, что в третьем квартале 2012 года сделают нам воду бойлер. Нет, ну в этом году Михаил Витальевич обещал нам, что в 2013 году сделают нам бойлер. Думаю, надеемся, что сделают. Будем надеяться. Одесса под контролем, в свою очередь, обещает проверить выполнение обещаний начальника участка и в ближайшее время рассказать о действиях или бездействии коммунальщиков. Вот так выглядит одна из несущих стен в подвале дома номер 13 по переулку Нечапуренко. Жилец этого дома Игорь Айшиц обратился на горячую линию Одессы под контролем, устав ждать помощи от коммунальных служб. С июня прошлого года Игорь Каренович и его соседи тщетно пытаются добиться ремонта. Если обрушится эта стена, пострадают квартиры на трех этажах. На чего я от них добивался, пытался добиться, чтобы прислали двух специально обученных людей стяжку, два металлических листа, сварили между собой, залили туда бетон, укрепили, и она простоит еще, дай бог, сто лет. Если бы это был мой подвал, я бы, честно, я бы его сделал сам. Но там система отопления, которую, ну ее и трогать-то нежелательно, она и так еле дышит. Устные и письменные обращения в ЖКС и районную администрацию ничего не принесли. Стена продолжает рушиться. Никто из коммунальщиков даже не пришел к дому, чтобы оценить объем работ и необходимых финансовых вложений. Обещали прислать ребят, которые посмотрят, сделают минимальную калькуляцию. Ну там калькуляция, я скажу так, что это в пределах, может быть, 200 гривен. Но, понимаете, штука в том, что это не косметический ремонт. Это ремонт, который должен, ну, какой-нибудь инженер должен расписаться, что это произведено, взять на себя ответственность. Вместе с корреспондентом Одессы под контролем Игорь Айшиц отправился в ЖКС Портофранковский за ответом на последнее заявление жильцов. Документ, украшенный подписями и печатями, был готов. Дополнительно сообщаем, что работы по ремонту стены в Голерной планируется выполнить до 15 января 2013 года. Ну, собственно. Узнать в конце февраля, что вашу заявку выполнят в январе, по меньшей мере удивительно. Однако никого из начальства, кто бы мог объяснить такой парадокс, на территории коммунального предприятия не оказалось. Пришлось приходить еще раз в приемный день. Заместитель директора ЖКС Сергей Загороднюк в ситуацию вник. После такого обещания от начальства сотрудники участка номер 4 тоже подтвердили намерение отремонтировать стену в течение недели. Начальник участка Сергей Любенко лично пообещал это Игорю Кареновичу. Поздравляйте меня с началом позитивного результата. Начальник участка пообещал в течение недели вопрос решить. Надеемся, ждем. Спасибо большое за помощь, за поддержку. Одесса под контролем, в свою очередь, обещает показать результаты выполненных работ в ближайшее время. В прямом эфире Одесса под контролем. И мы продолжаем говорить о том, стоит ли или нет платить за неоказанные услуги ЖКХ. У нас в гостях сегодня Олег, житель Суворовского района, который не платит за услуги ЖКХ. И Сергей Левиков, директор Одесской областной энергосберегающей компании, который, как я понимаю, все-таки платит за услуги ЖКХ. Конечно, с одной стороны, не хочется платить за услуги, которые вам не оказываются. Особенно на протяжении многих лет и делается это весьма цинично. Но с другой стороны, если никто за эти услуги платить не будет, то вряд ли вообще хоть какие-то работы будут выполняться. Поэтому, увидев те сюжеты, которые мы сегодня с вами обсудили, и понимая, что эта проблема есть, ее надо каким-то образом решать, я хочу вас спросить, какой от вас рецепт решения этой проблемы, что все-таки стоит делать в этой ситуации. Платить, не платить или как прийти к тому, чтобы мы могли действительно оплачивать выполнимые услуги и мы могли бы их контролировать. Олег, сперва. Если коротко, то надо уходить от всей этой демагогии на Западе, не на Западе. Надо привести все наши отношения, правоотношения в соответствии, как требует законодательство. Привести, а потом мы посмотрим. И когда вы говорите, что если все перестанут не платить, поверьте мне, я уже удостоверился, у нас миллион людей, которые не способны не платить, поверьте. Поэтому это одна вещь, которые люди одни не могут сообразить, другие не хотят этим заниматься, а третьим просто пофиг. Поэтому количество вот таких активных неплатильщиков, осознанных, их будет небольшое. А если говорить о том, все-таки платить или нет, поверьте мне, пока таких будет, как я, единицы в каждом районе, то, конечно, ничего происходить не будет. Но когда массово пойдет отток, то есть перестанут платить, глядишь, чиновники кому-то надерут чего-то, кого-то снимут, глядишь, и законы примут. Поэтому все заработает. Поэтому этот способ протестный. Не надо ходить с транспарантами улицы перекрывать, не надо горсовет штурмовать, не надо этого. Вы просто в данной ситуации голосуете своим рублем. Вы не оплачиваете. Спасибо, Олег. Сергей, скажите, вот такой протест и такая практика заставлять власти выполнять их работу, не платя им за их услуги, может ли она быть эффективной, или у вас есть какой-то альтернативный рецепт и совет для деситов? Вот правильно Олег сказал, голосовать рублем. Если человек платит за какие-то услуги, он должен очень въедливо вчитываться в каждую платежку и требовать отчета за каждую потраченную им копейку. Это если мы говорим о стороне жильцов. Если мы говорим о городских и государственных властях, их задача, которую они постепенно выполняют, это разработка и внедрение нормативных законодательных документов, которые описывают общие правила, скажем так, правила игры. А в целом, если вы мне спросите, что делать, то вот сегодня у нас было пять сюжетов. Я глубоко убежден, что каждый сюжет стал поводом для решения вот этих пяти проблем, которые сегодня прозвучали. Поэтому здесь должен быть такой тройственный диалог между одесситами, у которых, к сожалению, есть проблемы, но которым их нужно решать, и городом. А по центру должны быть средства массовой информации, общественные, гражданские, политические, неполитические организации, которые помогают этим сторонам друг друга слышать и находить эти точки соприкосновения. Спасибо, Сергей. Хочу подвести итоги нашего интерактива. Иногда платят за неоказываемые услуги ЖКХ 2%. Да, всегда платят, к сожалению, подавляющее большинство, около 70%. И не платят 25-27%. Спасибо тем, кто дозвонился. Хочу напомнить, что горячая линия Одессы под контролем 706-38-96. Звоните, к нам приедет специальная группа корреспондентов Одессы под контролем, и мы вместе с вами попытаемся решить проблемы. Потому что иного пути сегодня, кроме общественного контроля, я думаю, и Олег, и Сергей с этим согласятся на данный момент, чтобы решить проблемы наши. Нет, когда мы вместе их решаем, то мы всегда победим. На этом я хочу попрощаться с нашими телезрителями, поздравить женщин с предстоящим праздником 8 марта, пожелать вам самого хорошего, здоровья, счастья, любви. И надеемся, что Одесса станет лучше, красивее, и в том числе благодаря вам, и благодаря Одессе под контролем, и тем гостям, которые приходят к нам в студию. Спасибо большое, до свидания, до следующего четверга. Редактор субтитров А.Семкин